Дорогие друзья, в 2018 году вступили в действие или скоро вступят несколько федеральных законов, которые касаются недвижимости строительства и прямо или косвенно задевают интересы наших клиентов. Я Вадим Шабалин, практикующий юрист рынка недвижимости, расскажу вам о самых важных и существенных из них. Первым делом изменение заполнения в закон о долевом строительстве 214 ФЗ. Уже с января действует правило, что застройщики отчисляют со всех средств, полученных с дольщиков, определенную сумму, сейчас 1,2%, в компенсационный фонд участников долевого строительства. Эта мера заменила собой неэффективную практику страхования профессиональной ответственности застройщика, которая в реальности не работала. Но самые серьезные изменения наступят после 1 июля 2018 года, а именно вводится требование трехлетнему опыту работы застройщика на строительном рынке в качестве, к примеру, техзаказчика или генподрядчика. Оговариваются условия по собственным средствам и обязательствам застройщика в пользу третьих лиц. 10,1% от сметной стоимости строительства соответственно. И, наконец, самое главное – те самые скроу-счета. Банки будут более строго контролировать деятельность застройщиков. Фигурально выражаясь, деньги дольщиков налево уже отправить не удастся, что рано или поздно приведет, как недавно сказал наш президент, к отмене долевого строительства и переходе на проектное финансирование. Вторая важная группа законов посвящена земельным отношениям. Как известно, с марта 2018 года формально заканчивается дачная амнистия в части домов. Никаких упрощенных деклараций, только вот в эксплуатацию. И большинство участков. Статьей 34 закона 171 ФЗ, мы его ранее уже обсуждали, до 2020 года продлен упрощенный порядок оформления некоторых типов наделов. И то, в большинстве случаев, для льготных категорий граждан. Так что дачная амнистия, если ее, конечно, не продлят, постепенно уходит в прошлое. Теперь давайте поговорим подробнее об обязательном неживании, которое в конце прошлого года наделало столько шуму. По большинству участков оно не является обязательным. Положение закона 447 ФЗ, ранее регламентировавший этот процесс, относится только ко вновь создаваемым сформированным участкам, которые необходимо ставить не кадастровый учет, а не ко всем. Друзья, не ведитесь на заказные статьи выступления кадастровых инженеров об обязательности их услуг. Чтобы завершить с землей, также коротко отметим, что с 2019 года вступает в действие новый закон 217 ФЗ о садоводстве и огородничестве. Именно с этой даты из юридической практики исчезнет понятие дача. В разговорной речи, конечно, оно еще будет существовать долго. Давайте перейдем еще к одной важной группе законов, которые получили неофициальное название «Демографический пакет Путина». Они вступили в действие с января 2018 года. Это и продление предоставления материнского семейного капитала до 2022 года, его повышение с 2020 года до 470 тысяч, и расширение возможности его использования, и самое главное – субсидирование ипотеки до уровня 6% при рождении второго и третьего ребенка, в течение 3-5 лет соответственно. Давайте подведем итоги. Новые законы уже начали или скоро начнут работать, но серьезных изменений, к примеру, в риелческую деятельность, они не внесли. Однако на рассмотрении в Госдуме находятся несколько более существенных проектов, к примеру, о полном нотариате, долях, реновации, расприватизации и многом другом. Но об этом в следующем нашем репортаже. Следите за анонсами студии М2ТВ. Всего доброго!